Приветствую вас! Если описать вот одним словом то, что у вас происходит, то я бы, наверное, назвал это борьбой. То есть вот, что у вас происходит, это борьба. На мой взгляд, это постоянная борьба с мамой. И, собственно, вот ваши установки, что я должна что-то ей, что я должна что-то для неё, это те вещи, которые вам очень сильно мешают. То есть вы до сих пор пребываете в таком весьма обиженном состоянии на неё, на маму. Вот. Вы до сих пор принимаете это близко к сердцу и не случайно, потому что вас это очень сильно задевало и, возможно, задевает до сих пор. Вот. И этот момент его можно и нужно скорректировать. То есть как вам совершенно правильно сказал мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович, что маму вы не измените, а вот своё отношение к ней и к себе вы изменить вполне можете. Вот. Вот. Я также увидел лично у вас нежелание набрать ответ на стене себя за то, что происходит в вашей жизни. Я вас ни в коем случае не хочу ничем обвинять, но вот есть такое ощущение, да, что вы не желаете брать ответ. Вы взяли, вы выплеснули свой негатив на маму, перечислили все моменты, которые вас, собственно, беспокоят. Да, да, перечислили все, что вас волнует, но хорошо, а что дальше? То есть, ну вот, что дальше? То есть, ну вот вы перечислили, а дальше что? Ну вот, у вас это будет так, как бы грызть, потому что мама вносила вам, что вы там ей что-то должны. Вот. Ладно, это будет так, грызть, потому что вы по-прежнему маму воспринимаете как потенциального серьезного соперника, возможно. Да, по-прежнему это так. Ну, это корректироваться. То есть, это не что-то такое статичное, с чем ничего нельзя сделать. Можно и нужно. С этим можно и нужно что-то делать. Ага, значит, так, осуществляемая числа себя виновата за это. Смотри, в некотором смысле, ваш конфликт с самой собой, он понятен. Почему понятно? Потому что есть потребность осуждать свою мать. Повторюсь, именно потребность такая у вас есть. То есть, есть потребность осуждать маму. Так вы, вероятно, себя защищаете. Так вы, вероятно, устанавливаете статус кво, как вам кажется. Вот. Но в целом, в целом, есть что-то у вас, что нужно, собственно говоря, защищать. То есть, есть какие-то моменты, есть какие-то моменты, которые нуждаются в защите. Вот. У вас. Это может быть ваша самооценка, это может быть что-то еще, это может быть ваше восприятие себя, это может быть ваша, ваша ценность. То есть, то, как вы к себе относитесь, допустим. Вот. То есть, вариантов тут достаточно много. Но, совершенно очевидно, на мой взгляд, что вы пытаетесь что-то защитить. Вот. Что-то в себе вы пытаетесь защитить. Вопрос заключается в том, что именно вы пытаетесь в себе защитить. То есть, почему вы осуждаете нас. То есть, что вас, ну, что вас мотивирует ее осуждать. То есть, я не спрашиваю вас сейчас, какое вы имеете право осуждать человека. Да? То есть, не вашу маму осуждать, а вообще. Вот. Как, как вообще можно, в принципе, кого-то осуждать? Да? То есть, ну, как один человек может осуждать другого? То есть, как это возможно? Для меня это, вот, вопрос. То есть, как кто-то может осуждать кого-то? То есть, это означает, что, если кто-то кого-то осуждает, он ставит себя выше. Получается. Но если вы, если вы, допустим, если, допустим, вы ставите себя выше, если вы ставите себя выше, к примеру, своей мамы, то почему вы считаете себя выше своей мамы? Потому что вы с ней соперничаете. Вы с ней пытаетесь бороться. Вот. А почему вы с ней пытаетесь бороться? И по какой причине вы пытаетесь с ней бороться? Что вас, ну, мотивирует бороться? Вот этот момент нужно рассмотреть более подробно. Вот. 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 Только так. Самое, что... Получается, что есть, есть некое чувство у вас, есть некое чувство, которое мотивирует, которое мотивирует вас на то, чтобы, значит, обсуждать маму. Но вы как бы себе говорите, что, о, нет, 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 я этого делать не должна, не должна. Да. Ну, хочется спросить у вас, а почему, почему вы не должны этого делать? Но если есть какое-то чувство, которое мотивирует вас осуждать маму, то это значит что? Что его нужно выразить? Я не хочу сказать, что обсуждать это конструктивно, нет. На самом деле, обсуждение это деструкция, деструкция в первую очередь для вас. Потому что именно вы не сможете чего-либо добиться, осуждая свою маму. Но к этому нужно прийти, а пока что, пока что вы к этому не пришли. И раз вы к этому не пришли, то зачем же подавлять то, что вы хотите кого-то осудить, в том числе своей мамы. Другое дело, было бы лучше, если бы вы постарались понять, что стоит за вот этим вот желанием осудить маму. Что стоит за этим, какие чувства за этим стоят. Например. Ну, например, ваш. Вот. Вот это было бы здорово. И просто иначе получается такая штука, что вы какое-то чувство испытываете, и вы себе запрещаете его испытывать, и из-за этого возникает постоянный конфликт. Да, и постоянная проблема. Постоянно идут, постоянно протворяются идут. Вот. И, конечно, вам очень трудно, очень тяжело в таком режиме находиться. Это нормально, любому человеку было бы в таком режиме трудно. Дальше. Внутри как будто говорит, ты должна любить мать, она столько для тебя сделала. Ну, вот здесь, опять же, нужен анализ. Опять же нужен анализ, нужна работа. Потому что, ты должна любить мать. Ну, во-первых, должна кому. Да. Вот. Во-вторых, предположим, что она для вас действительно много, ну, много сделала. Ну, чего-то, да. Вот. Действительно. Но, извините, она это делала для кого она это делала? Она это делала для себя? Или она это делала для вас? Да. То есть, вот, этот момент, он очень важный. А то, так вот, получается, что наша мама для нас много делала, но, как-то вот не очень понятно, хотели ли вы этого, спросили ли вы ее, об этом, или нет. Понимаете? Какая штука, какая штука. И это все очень важная история. Это все очень важный момент. Потому что, напрямую, это связано с вами. Во. Может она действительно много для вас сделала, но кто определяет? Кто определяет? Кто определяет? Вот, много сделал человек, например, или мало. Кто это определяет? Ну, совершенно очевидно, что это определяет не тот, кто делал. Совершенно очевидно, что это определяет не тот, кто делал. Совершенно очевидно, что это определяет тот, кому делали. Откуда это установка, что вы именно должны любить маму? А если не любите, то что? То есть, как любовь, да, может быть по долгу, по чувству долга. Вот. То есть, ну, вот этот вопрос забрать, он, мне кажется, достойный. Мне кажется, достойный. Того, чтобы его раскрыть. Дальше. Начинаю видеть сходства между ней и мужем. Как это связано, какие исходства между ней и мужем. Понимаете, вот ваша история, она про то, как вы делали то, что хочет нам. Понимаете, если вы действительно делали то, что хочет мама или хотела мама, то вы, получается, себя обесценивали. Если это обесценивание имело место быть, то в каком случае ваш муж, если я правильно понял, что вы имеете ввиду, ваш муж, он просто отражает то, как вы к себе относитесь. И все. Поэтому вы в этом смысле, действительно, он, ваш муж, я имею ввиду, может быть похож на маму. Потому что, если ваша мама обесценивала вас, допустим, и вы реагировали в некоторой степени, степени на это обесценивание, то и мужчина вас так же обесценивает и вы так же реагируете по привычке на это самое обесценивание. То есть, если вы, условно говоря, не сепарировались от своей мамы, да, если вы не освободились от определенного какого-то давления с ее стороны, влияния на вас, то и влиянию мужа вы, конечно же, будете подвержены. То есть, тут вот, ааа, но тут по-другому не получится. Дальше, практически все мои успехи она приписывала себе, когда я начинал иллюстрировать книгу, она говорила, вот, не зря я тебя в художественной, в художественную школу вводила, так же с фотографией профессии. Ааа, здесь я бы хотел, наверное, обратить ваше внимание на психологическую игру, которая называется, точнее даже не психологическую игру, я бы хотел обратить ваше внимание на вашу позицию, которая описывается как жестко и очень хорошо раскрывается в треугольнике Гартмана, который вы можете изучить самостоятельно в интернете, чтобы увидеться всегда в этом. Вот то, что вы сейчас делаете, это по сути позиция жертвы. Мама такая плохая, она так себя вела и так далее. Ваша мама, но не идеальна. Ну и никто не идеальный. Идеальных людей нет. Это нормально. Идеальных людей не бывает. Но вы требуете сейчас и требовали всегда от своей мамы быть той, чем она не была. Ааа, вы делали для нее определенные вещи по своему выбору. Ведь она вас, конечно, к этому выбору склоняла, безусловно. Но вы делали это, потому что, ну как бы, решение, вот именно решение об этом, принимали вы, что вот, ну, что вот, ну, что будете поступать таким образом. Понимаете? Я вас не хочу обвинить ни в чем. Просто вы говорите, что вот я была там для мамы психотерапевтом, там, я там все для нее делала и прочее, прочее, прочее. Но вы, вы этого не хотели делать. Но вы это были делать вынуждены. А сейчас ситуация изменилась. Вы не обязаны делать ничего для нее. Но по-прежнему, по-прежнему, чувствуете, что должны знать. Потому что они привыкли слушать себя и свои чувства. Уже в детстве я перестал охотить и понимать, что я хочу. Теперь думаю, скорее всего, даже замысл, чтобы получить ее одобрение. А вот какова эта вот обратная сторона? Да? То есть, вот вы хотите получить ее одобрение. А обратная сторона этого какая? То есть, эм... Почему вам хочется получить ее одобрение? Ведь вряд ли это... Такая... Случайная история. Почему именно ее одобрение? Зачем вам ее одобрение? Как вы себя чувствуете не, допустим... Ну, не получая ее одобрения? Как вы себя ощущаете? Ощущаете ли вы себя, там, например, эээ... Как-то... Хуже? Например... Или... Как-то... Как-то еще... Еще... Эээ... Дальше. Она восторженно отзывалась за племянница, которая вышла за иностранцем, неупрекаясь, и говорила о ты. Ну, здесь, эээ... Посмотрите, ваша мама, она... Эээ... Проецировала и проецирует до сих пор... Эээ... Свои... Желания... На вас. Свои... Потребности. Она проецирует на вас. И... Все, что она делала, подчинено именно этому. Я не буду... Эээ... Читать... Все, что... Вы... Написали. Вот. Потому что... Как мне видится... Везде... Ну, то есть, весь ваш... Эээ... 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 Текст, он, в принципе, про... Одно и то же. То есть, это вот... Эээ... Про то же, что она вот... Сделала, что она поступала, что она себя зла. И так далее. Вот. То есть, это все про одно и то же. Я бы не хотел. Вот. Я бы... Я хотел бы, чтобы вы вот увидели... Эээ... Эээ... И вот, вы говорите. И вот, вы пишите. Эээ... Эээ... Значит, ээээ... Ээээ... Сейчас она запрашивает от меня жалу. То есть, хочет... Быть... Ниже... Вас. По факту. По факту, она хочет быть ниже вас. Это то... Что ей нужно. Это то, к чему она стремится. Быть ниже вас. Поэтому она запрашивает жалу. Ну, это... Конечно, ее право. Но вопрос заключается в том, хочется ли и нужно ли вам ее семейство. Если вы будете давать ей... То, что она хочет... Ее поведение... К сожалению... К сожалению... Не изменится... Никогда. Потому что вы... Давая ей то, что она хочет... Просто... Подкрепляете... Ее поведение... Говорите... Да... Ты... Ты все правильно делаешь. Все хорошо. Так все и должно быть. Давай дальше. И она будет продолжать делать дальше. Дальше... Так... Значит... Внутри меня... Так... Я раздражаюсь... Раздражаюсь, когда она запрашивает меня жалу. Раздражение... В данном случае это естественное чувство, но вы не понимаете, что за ним стоит, на что вы раздражаетесь, что с этим делать, как можно это выразить. Я полагаю, что вот... Ну... В част... В частности... С... Психологом... Вы могли бы это для себя... Раскрыть... В частности... Что... В частности... Вот... С... Психологом... Вы могли бы раскрыть... То, что стоит... За... Вашими... Вашими... За вашим раздражением. Чтобы лучше отдавать... Ээээ... Себе отсчет... Эээ... В том... А... Что вы чувствуете... И... И... Иметь возможность... А... А... Адекватно... Выразить это... Эээ... Собственно говоря... Маме... Без скандалов... Эээ... Без криков... Просто... Эээ... Выразить... Да, может быть это будет эмоционально, но это будет выражение ваших чувств... Того, что стоит за раздражением. Эээ... Эээ... Дальше... Эээ... Эээ... Так... Значит... Чутывать себя виноват... Ну вот... Эээ... Хочется спросить... Да... Эээ... Почему... 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 Почему вы чувствуете себя виноват... Эээ... То есть... Эээ... Что конкретно... Эээ... Эээ... Составляет и... Эээ... Образует... Эээ... Вину... Вашу... То есть... Что вы считаете... Эээ... Эээ... Ну... Что вы считаете, вы... Эээ... Ээ... Должны... Поступать... Эээ... И так далее... То есть... Иными словами... Эээ... Эээ... Почему... Ну... У вас есть... Число Вин... Ну... И считаете, что быть недавно... Эээ... Внутри меня как будто все умерло... По отношению к ней... Ну... Эээ... Эээ... Внутри меня как будто все умерло... Опять же защита... Она говорит... Я эгоистка... Общаюсь из долга и вины... Ну... Это... Правда... Да... Вы общаетесь из долга и из... Ээээ... Чувство вины... Да... Все... Верно... Все так и есть... Эээ... Эээ... Это... Действительно правда... Эээ... И... И... И что дальше... То есть... Ваша мама... Она смотрит в корень... Эээ... То, что вы общаетесь с ней из... Чувства долга... Это... Эээ... Это так... То есть... То есть... Вы общаетесь с ней из вины... Это так... И то и то... Для отношений... Очень... Очень... Эээ... Разрушительное... Я бы сказал... Потому что... Эээ... 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 Это не настоящий... Человек... Ну... То есть... Это не... Не естественное общение... Получается... В результате... Вот... Дальше... Эээ... Желание звонить... Нет... А зачем? Зачем звонить? Она рассказывает обо всех твоих проблемах... Говорит, что мы самый близкий человек... От тебя рассказывает все... Когда иногда извиняется... А то как себя вела... И от этого во мне просыпается надежда... Надежда на что? На что надежда? То есть... Понимаете? Опять... Опять... Ээээ... Происходит то, что... По факту она вас... Эээ... Определяет... Эээ... Потому что... Потому что... Надежда просыпается... То есть... Она... Опять определяет ваше желание... Она опять определяет то, что вы чувствуете... Вот... Такая история... Такая вещь... Такой... Вот... Эээ... Момент... Эээ... 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 Имеет нечто быть... На что надежда? Раньше я радовался тому, что она доверяет... Но сейчас понимаю, что когда слишком погружаешь в свои проблемы... Отказываю в жизни себе и ребенку... Ну... Мне кажется, вы и так себе в жизни отказываете... И... Тут... Дело... Эээ... Не в маме даже... А в... Подходе вашим... К... Отношениям... Эээ... И... Когда... Когда не звонила на пизде до каких-то событий и проблемах... Я чувствую, что винновес не отвечаю... При этом я чувствую, что если я расскажу свои проблемы... То мне потом придется отпугать и говорить, что у меня все будет хорошо... Опять же... Опять же... А как вы относитесь к своим проблемам? Это очень важно... Вот... Такое чувство, что это я ее мама... Иногда я еще радуюсь, что нужна ей... Хоть так... Вплывает хороший момент... И так может верить, что она меня любила... И то следует от того, что все так же обращаются... Это так... Но как это меняет вашу ситуацию... Или она... Как это меняет ваше отношение к себе... Как это меняет ощущение того, что вы... По факту чувствуете себя ненужной... Ну так... В принципе... Можно вам ответить... На... Вопрос... Который вы пишете... Дальний вопрос от текста... И собственно... В конце... Хочется спросить... Так... А... Запрос... Какой... Психолог... С чего... С чего вы хотите? Помочь вам научиться слышать себя и выражать... Помочь вам обрести уверенность в своих чувствах... Мы можем это сделать... К маме отношения изменить... Можем это сделать... Личную семейную жизнь наладить... Можем это тоже сделать... Что вы хотите? На этом все... Если вам понравился мой ответ... Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего... Желаю вам всего самого доброго... И удачи! Удачи! А увидимся! Удачи! Продолжение следует...